Сегодня 17 число января. Это я приехал в Китай. Луна уже чуть созрела, месяц был молодой, теперь месяц был юный, теперь он просто молодой. Ближе к середине. Не стал терять время, ни на что не отвлекаясь, прилетел прямо в Китай, а пока солнышко, наверно час с небольшим. Сейчас пройдусь по территории монастыря и прокачусь по горкам китайским. Мороз сегодня, ясный мороз, минус 4 у меня, но компьютер вот его точно показывает. Пойдем поклонимся до сиферии и продолжим нашу богатуху. Встретил лыжников навстречу, они уже шли домой, направляются домой. Обаточка горит, настоящая, масляная. Хорошо. Так вот, они направлялись жестоко домой. Две женщины уже в возрасте. Видно было, что у них полностью советская экипировка, включая лыжи, палки, лыжные костюмы, шапки. Ну все. Дома в гардеробе где-то там лежала, ну и вот тут пригодилась. Она немножко прямо выцвела одежду от времени. Ну, в принципе, хорошо. Шапки особенно красивые. И говорят между собой о чем-то. Я поначалу плохо прислушивался, вот, какое мое дело. Но потом вдруг как-то постарательно понял, что это любопытный разговор. Одна говорит, я, мол, потеряла тысячу гривен. Вот. Ну, хотела что-то там сделать и не вышло. Может быть, доброе дело какое-то, но не вышло сделать. Деньги потеряла. А другая ей говорит, ну, ладно. Потеряла тысячу гривен, тебе в духовный капитал пять тысяч прибавилось. Такая калькуляция. Едем. Жаль, солнце здесь низковато. Ну что ж, прокатимся по китайским озеру. Здесь вот тащил санки. Такой след остался широкий. Ну, как санки. Таз. Упс, цапля. Поднял я цаплю. Надо же. Серую. Серая цапля – редкость. Прям полетела. Фондация над льдом. Значит, здесь они сидят в камушах. Можно здесь монахи вынуть-то немного. Курма. Уже она прикормлена здесь, эта цапля. Наверняка. Не зря бы так не сидела. Уж больно близко от людей. Но серая. Серую с такого небольшого расстояния в наших краях так просто не увидишь. В основном у нас белая. Ну, вот уже и солнышко там за мысом. Но тут, в этой запруде, никто, в этом пруду, как угодно, никто особо не разгуливал. Так мало! И дерево сгуливали. Ужтик глубокий. Куда дал Ferrata? Не думаю. Малéis, куда он, что? У нас еще будет возможность пройтись по Голосевским аферам. Здесь я обычно летом поднимаюсь на велосипеде, но сегодня пришлось проделать какую-то часть подъема на ногах, ну что еще не замерз китайский. Да, так на велосипеде даже как-то легче подниматься. О, чем на ногах, как-то веселее. О, какое отличное здесь озеро, пруд. Спусков лыжных немного, эти что есть опасные. Здесь уже педали не покрутишь. Подскальзывает, покрышки. Я шел и в голове моей крутились еретические мысли. Неужели и в духовном капитале, в сфере духовного капитала, те же явления, что и в сфере обычного. Займы, бомбы, инвестиции, процентные вклады. О, боже, лебеди, боже, боже, какая красота. Да, еще солнце освещено. Какой тщательный звук их полета. Как будто они курлыкают даже. Они, конечно, могут издавать какой-то звук. Такой ритмический, энергичный, не знаю, подбадривающий друг друга и себя. Но это шум от их полета. Явно. Сейчас трудно сориентироваться. Почему-то они на север шли. Река вроде и так должна идти. На юг диапорта. Или уж совсем влюбился. А им виднее куда. Может, нам на севере сейчас потепление. Да, да, да. Такие же мысли свои мысли. Если уже и там так. Если, как говорил один философ, не помню по какому поводу, по какому поводу, что вверху, то и внизу. Он имел в виду. А, это говорили... Сейчас вспомню. Как называлось их течение. Это закон алхимиков, что вверху, то и внизу. То есть, как это расшифровывается, Явление высшей жизни, или философские принципы, относятся и к низшей жизни. То есть, к химии, к элементам материи. Все те же принципы применяются везде. Что вверху, то и внизу. Да, это алхимики. Но... Еще есть одна интересная религиозно-философская течение. Я забыл его имя. Оттуда эти принципы. Куда идти? Пойду по следам. Поставил я на рульный эллигатор. В принципе, как бы... Наиболее ухоженная тропа идет сюда. Но там тень. А нам... А нам солнышко нужно. Вспомнил, откуда я знаю этот принцип. Когда-то интересовался немного Юнгом. А Юнг много писал об алхимии. А к алхимикам... Принадлежало много членов, можно сказать, секты. И веры. Поклонников Гермеса Трисмагистуса. Гермес Трисмагистус. Герметисты они назывались. Герметисты. Трисмагистус трижды великий. Гермес Трисмагистус. Я не буду доживать. Боюсь, что у меня провернется покрышка. Пока у меня никто не сильно покосился, и надо это ценить. У меня вроде есть две запасные камеры, но их может оказаться мало. бывали случаи и такие. Там направо, может быть даже прямо по курсу будет долина китайского ручья. Как пахнет сероводородом, так я сориентировался по запаху. Мы выезжаем к пирогову, ну и хорошо. Полюбуемся на панораму со склона, все будет освещено солнцем, отлично. Но помойка пироговская, ну ладно, скажем свалка. Даже зимой вдруг неожиданно сел аккумулятор. Я хотел сказать, что пироговская помойка даже зимой пахнет. Плохо пахнет. Я хочу сказать, как она пахнет. Здесь все подготовлено для костра. Пахнет. 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 Дымка. Как бы смог. Солнце спряталось в этой дымке. Сейчас мы выйдем сюда и заедем к этой точке. Нет. Как-то эта дымка, этот смог меня немного затормозил. Я передумал. Поедем-ка мы в Пирогово. Музей народной архитектуры и быта. О-о-о. Кака солнышко. Много работы зимой проделано лесоводами. Тарковым хозяйством. Здесь только накопилось за пару лет. Сразу так и не справишься. Я всегда поражался тому, что в такую пору леска кажется мертвым. Сухостоем. Вон какой-то такой неприглядный. Вот дерево. Источено древоточицем. Поклевано дятлом. Мертвым. Ну мертвым. Нет-то живет. Вон на нем листик есть сухой. В том году цвело. И в этом зацветет наверно. Атака. Дрова стоят. Вали. Все равно. Уже в них жизни нет. Нет. Есть в жизнь. Здесь лежу спираль Бруно. Развернули. Растянули по верху забора бетонного. Ужас. Ну мы поедем туда, где начнется уже цивильный забор. До спирали Бруно. Вот мы и приехали нам сюда. Как раз для этой церквушки соединяются два забора. Ужасный и не страшный. И не ужасный. Ааа… Ну в эту сторону сейчас помнился пятая. Пристегнем куски сначала. И перелесем. Эти balancing. Все, перебрались. Ой, я тут не один, вот еще слит, не один безобразник такой. Видимо, человек не знал правильного перелаза, не открывающего. Рыжая церковь порыжила. Ого. Да. На предыдуке снег тает вода с драмки, это не драмка, как называется такого рода кровля, я не помню, но что-то вроде драмки, вода с драмки стекает. Капает. Капает. Кого? Не знаю, какой сегодня день будет. Думаю, вторник. Реда. О, здесь камеру поставили. Чертик. Забюринговали меня. Крест деревянный. Они камеру поставили, чтобы масляное полотно, картину, стереть. Или так пугать. Что-то не видно. Как питание подводится к этой камере. Так, расстрастки. Буйтесь. Где нам сесть? Там. Тут так немножко позвучно. Крышка какая роскошная. О, здесь беда. Здесь беда. Пришла разруха. Запустение. Кочевники проскакали. Все. В полон угнали. Все. Кровля рассыпается. Ай-яй-яй-яй. Беда-то какая. В тареллаги попадает. Плохо. Весной сосульки сладкие. Когда на хороших фруктовых деревьях вырастают, уже сокодвижение началось. И сосулька получается розовая, предположим. Или желтая. Или оранжевая. Я такую одну вкусную сосудку съел в том году. Оранжевую. В ботаническом саду. Боже, какая она была сладенькая. Ладно, глянем еще другую. Тут какой-то руберои. Это. Не подходит нам сосулька. Рубероидная. Вот сосулька. Тут она желтенькая. Но какое сокодвижение может быть у соломы? У очерета. Старого. Никакого. Не верю я. Может, есть. Чего тебя знает. Попробуем пончик. Что это? Ой. Что, спали что-то? О. Видно, что он рыженький. Сено и сено. Сено-солома. Вкус как и запах. Как-то они гармонично сливаются. И вкус, и запах. Здесь пьем чай. Подумал, вот в такую пору и по весне, и в пасмурные дни такие деревянные постройки кажутся такими жалкими, несчастными, что впор пожалеть, утешить. А придет лето. И почувствуется, что во всем этом простом есть какая-то мощная звериная сила. Правда, человек тоже крепкий под эту силу, чтобы это все делал, работал, выносил все эти сезоны. Вот так вот наши предки толкали эту телегу жизни. Тянули ее из века в век. Из тысячелетия в тысячелетие. Какая-то декадентская скамейка. Не знаю, как ее назвать. Кушетка Мадам Рекамье. Еще, конечно, не весна, но уже можно задуматься о ее приближении. Все, спасибо этому местечку. Поехали. Я думал, уже тут собаки сполошились. По моему поводу. Но нет, оказалось. Причина была другая. Бросим последний взгляд. В принципе, в хорошем состоянии. Там слить, конечно, немножко облицовка фундамента разрушается. Цоколь. О, это у нас калина. Хороша. Сочная. Чуть-чуть примерзла. Да, минус пять. По консистенции стало напоминать желе. Тут я на распутье. Сначала думал ехать по самой натоптанной дорожке. Но все же... Поел по другой. Да, это и тоже натоптанная. Не так сильно, но все же. Наверное, поеду я к Самбуркам. К хутору Самбурки. А там поверну Черговая пустыня в сторону ВДНХ. Здесь спуск. А, и ладно. Пойдем, пойдем. И спуск. Такая наша доля. Ну, рецепет протестует. Безгливым женским голосом стал разговаривать. Что-то с ним случилось. Ну вот уже встретил первые следы велосипеда. Катаются немного. Тихоньку холодает. Уже минус шесть. Так, вроде мы выбрались на правильную дорожку к Сергеевой пустыне. Навстречу мне только что промчался лыжник с безумными глазами. Это напомнило мне Алису в стране чудес. Где там Алиса? Где-то Алиса пережила свое приключение. Что уже забыл. И безумного зайца. Там, по-моему, был безумный зайец. Вечно куда-то торопящийся. Я был открыл рот, чтобы спросить лыжника, правильно ли я еду к Сергеевой пустыне. Как рассмотрел его взгляд и понял, что ответа я не получу. Он учался. Может быть, он и был из этой сказки. Этот лыжник только доискарал. Забыл о нем упомянуть. Так, третистепенный персонаж. Он тут бегает. Молодцы, работники парка. Забылы тут расчистили. Да, по-моему, сюда. Здесь колбасит, конечно. Пал. Так вот не скажешь, что может серьезно колбасить. Я помню, как однажды приехал домой по катушке, по голосе его. И на следующий день у меня, можно сказать, отпало заднее колесо. Я ехал с подола, возвращался с по катушке. И оно приказало долго жить. Покаталось по голосе его закануне. Не устало. О боже, как чудо здесь. Здесь тоже, чтобы он завалил, ребята. За этим спуском направо, не хочу даже, будет Сергия пустынь. Не хочу даже велосипед карьер пропускать, боюсь, чтобы он не растрясло. Я еще домой не доеду. Это возле пустые собаки так расходились. Здесь, вон она, виднеется заснеженная крыша шатров. Ну, туда я не пойду, ну к черту. Объясняйся потом. С собаками уже перевозбужденными. Все равно тянет, понимаешь? Гляну одним глазиком, так чуть-чуть. Белосипед не потащу. Так, пойду. Ну, что ж они там так? Сейчас они все вдруг помирятся резко, как бывает. Объединятся против меня и сюда ринутся. Вот будет мне, что называется, Displaced Aggression. Одни собаки здесь ходят. Больше никого. Они туда понеслись. Звук изменил они. Вот. Вот. Надо привезти, что ли, на будке. Чум. Из чумы сейчас выйдет чук-чук. О, уже переключилась на меня. Ну и все нормально. Ну и ладно. Хоть. Все вот так. Узрели. Чум. Чум. Вот эти кочевники опустошили пирогов. Вот здесь их лагерь. Вот они. У них солнечная батарея на верху обрезанного усохшего дуба. Видна солнечная батарея и, по-моему, телевизионная антенна. Или что-то такое. Вот эти кочевники. Я все правильно почувствовал. Из пирогов они всех увели в полон. Аж те на пути в Корфу куда-то перепродали все. Те пошли по своему пути невольническому. Подумал. Если в животном мире завести демократию, это я под влиянием самого начала, то формально овечки и волки будут равны. И каждый будет иметь право на идентичность. Как это сейчас сказать? Идентичность. Право на свое мнение, на свой образ жизни, за свои идеи. И в конечном счете почему-то всегда окажется так, что идеи волка окажутся общепризнанными. Вот я думаю, почему так получаться будет. И получается всегда. Непонятно? Упс, буксую. Я понял. Ответ такой, что у вичек просто неинтересные мысли, серые идеи. Поэтому так они не получают общего признания. А волк идеи прогрессивные, интересные. И они находят всестороннюю поддержку. Здравствуйте. Ну как, хорошо сегодня катаются? Ну если широкая, то вообще отлично. А если вот в такие забраться, пробки купить. И размахнешься длинным. Ну хорошо вам докатать вечер. Все добро. В принципе надо думать, что неплохо. Здесь есть вот широкие дороги и длинные. Ну вот мы и поехали почти. Поехали на территорию ВДНХ. Она вот за этим забором. А в заборе дырочки и нет. В спирали Бруно не украшает, не украшает забор гирлянда. Новогодняя гирлянда из спирали Бруно. Не украшает. Но мы и так без украшений готовы принять этот забор. Вот это еще советский инвентарь. Здравствуйте. Но здесь уже есть. Он разбавлен уже чем-то современным. Одеждой. А у тех дам, которых я встретил в начале видео, это была экипировка абсолютно аутентичная в 80-м годах. Абсолютно. Да, это было что-то. Вот здесь отличная, прямая, хорошая лыжня. Таких, наверное, много здесь в парке. В общем, покататься здесь можно. Грабик. Вот ты какой упрямый. Не хочет спрашивать лист. Он даже дуба, дуб своим упрямством может перещеголять. Грабик. Вот мы уже и на ВДНХ. Здесь на скейпботах катаются, на самокатах разных, в АМХ здесь никого. Что это зимой, что у них длинный-предлинный перерыв. Вау! Похоже, что так. Ай, ладно, пойдем к жаровням. Надеюсь, они работают. Надо же, я уезжаю на аллею и включаются фонарики. Это же надо. Какое уважение. Какое почтение. Да, ярмарка здесь была и еще есть. Веселая жизнь сосредоточилась в ВДНХ. В центре такого не увидишь. В центре нет уже всего такого не найдешь. Вдох. 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 О, есть шаровки или нет? Да, видно, там стелится сизый домок, есть. О, есть шаровки. О, есть шаровки. Кто не успел отпраздновать праздники, и тот может это еще сделать. В хорошей атмосфере, в настоящей зимней атмосфере, сейчас у нас минус 6, минус 7, но руки греть не обязательно, вот так, ради ритуала. Чуть только птица, выпил кофе, но кофе не хочу, я от него отвык, редко пью, очень. До такой степени редко, что оно мне стало не нужным. Красота. Все же ровно и включены, почти все. Ого, здесь сколько дров. Это они сушат, видимо. Сверху положили крупное поленье, которое... Дымят. Вот сколько влаги уделяется. Угу. Посмотревать на велик. Вообще, конечно, кому нужен велик в такую погоду? Кроме маньяков, да? Волосипедных маньяков. Это как видение, заря какой-то новой жизни, появился ангел со снопом. Что он символизирует? Сноп, ангел. Это зарево. И было мне видение сегодня. Кто-то посмотрит на мой велосипед. Нельзя. Шучу. Приятная атмосфера. Масленица. Что-то такое. Приятно все это наблюдать. Все это смотреть. Это какое-то эстетическое пиршество. В центре вообще такая суровая жизнь в этом смысле. Вдруг я вспомнил Ивана Грозного. Наверное, так выглядела опричная слобода, Александровская слободка во времена, когда покинул Москву. Никаких ярмарок, ничего. Все мрачно. Я представляю себе Александровскую слободку. По-моему, так называют при Иване Грозном. В период опрични. Вечно эти службы, звон колоколов. Монахи. То ли монахи, то ли опричники. То ли в черных одеяниях, то ли в черных рязах. Не поймешь с абрами на боку. Ужас. Строго, торжественно и страшно. И никакой тебе привольности. Никакой. Ну, я представляю, как дрожал народ в Москве, когда Иван там в свободе сидел. Все. Ухожу в опрични. А вы живите, как хотите. Черти. Не хотите слушаться и жить, как хотите. Ой, батюшка, как же жить-то нам? А, никак. Все. Не мое твердело. Все. Ухожу. Не хотите. С царем труды его разделять. Все. Оберегаюсь от вас. Батюшка. А-а-а. Уже ты Маслица не попразднуешься в такой атмосфере. Я представляю, как лег, как он съехал из Москвы с этим обозом. Все. Не все. Одурели от страха, когда двор покинул Москву. Еще немножко здесь погуляю и поеду домой. Пока солнышко. Все. Подышали мы. Ностальгическим дымом. Романтики. Сказали мне, что до 15 марта ярмарка будет. Но за что купил зато продавал. Вон там. Дама. Ее напарник молодой смотрел на меня как сычь. Точно сычь. Так что идея. С точки зрения фауны мы сделали сегодня какие-то наблюдения. Наблюдение натуралиста. Я психолог и натуралист. Ого, каток работает. Чудесно. Не забыла. Ну да. Молодец. А шкафинк Assam. А шкафинк. Не забыла. Мои. Молодец. Интересное правило прочитал в интернете Когда я задумывался тут на днях Второго дня Какая луна, молодая или старая Я сразу не мог сообразить И дома Заглянул в интернет В поисках правильного ответа Месяц, душка месяца Может напоминать Часть буквы Р Тогда Э Означает, что месяц Рождается То есть приставить палочку В душке И посмотреть, получится Р или нет А если Душка месяца напоминает букву С То есть в другую сторону выгнута То это Старый месяц С Старый Р Рождающийся Вот так Но это для каких-то широт По-моему действует правило Действует оно точно для наших широт Ну, наверное У нас же 30 градусов Скажем, широта Там мне встречал цифру 28 Что-то такое Черт Это я сейчас осознал Что Может быть и не так Нет, так Так и все Я так хочу Сейчас поголосейские улицы в центр Вид, конечно, Конечно, величественный Но очень много таких смешанных чувств Каким монструозным стал город Здесь елки Вот для Рошина нет и катка Интересно Или есть Здесь был каток Раньше Наверное, есть сейчас Но почему-то они На людей Вот раздевалка Тем темна Неясно Работает Я же В эту елки Нет И праздничной иламинации Нет И она не горит Нет, я нет Красивая реминация была Рошина Вот это улица Маккейна, по-моему Маккейна На улице Маккейна Я выпил бы портрейна Это кокетство Уху Подсветка такая Хорошая Так, мы уже На Большой Васильковской Сейчас заедем на Владимирскую горку и оттуда домой. Мы уже на мосту имени нашего мэра. Фонарики везде. Хороший сегодня вечер и мороз практически не ощущается. Сухой воздух, приятно дышится, покатался и чудесно, чуть розовое оттенок у фонари недавно включили. Пока он не разогрелся, он может давать зелье различимое розовое оттенок. Как бывает во вкусе, что-то есть такое, что в принципе можно различить, но сложно. Так и в цветах бывает такое. Хорошие сегодня краски и приятный день. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот и мы с доброй надеждой. Субтитры делал DimaTorzok Здесь мы спешимся. Чуть пройдемся пешком, спустимся на подвол и домой. субтитры делал DimaTorzok Ну и хорошо. Ну спешить не стоит. Спешить не стоит.